Армейский рукопашный бой – это военно-прикладной, очень динамичный вид спорта. Зародился еще в 1979 году в воздушно-десантных войсках. В нем разрешены любые броски, болевые приемы и удары ногами. Несмотря на то, что этот бой является исконно русским, он хорошо развивается в странах СНГ, Европе и даже в Восточной Африке. А все потому, что невзирая на зрелищность, это один из самых безопасных видов спорта. Потому что в нашем виде единоборства очень хорошая защитная экипировка. Это армированный шлем, который не допускает прямых ударов детей, юношей, подростков, прямых ударов в голову, в нос. Защитный жилет, щитки и перчатки – это специально разработаны нашими конструкторами отечественными. За более 40 лет существования в России армейский рукопашный бой вышел на принципиально новый уровень развития. Сегодня его рассматривают не просто как вид спорта, но и как неотъемлемый элемент подготовки юноши к службе в армии. Именно армейский рукопашный бой, как вид спорта, он развивает следующие качества. Во-первых, мужество. Во-вторых, характер. В-третьих, он развивает силу воли. И человек, который занимается армейским рукопашным боем, никогда не пойдет на улицу, никогда не начнет беспредельничать. То есть, у нас изначально заложено, что человек, который занимается этим видом спорта – это защитник. Так считает и 13-летний участник турнира из Московской области Никита Самусев. Армейским рукопашным боем парень занимается уже порядка шести лет. Сейчас он выступает в весовой категории до 60 килограммов. На соревнованиях Никита одержал победу над шестью соперниками и увез домой золото. Эти умения могут пригодиться в жизни. В плане, можно постоять за себя, за свою семью, родину. Но к тому же, за эти шесть лет я вместе с командой, мы летали в Италию, мы летали по всей России. Это вот увидеть мир и все остальное очень познавательно, интересно. Кроме того, занятия армейским рукопашным боем могут дать преимущество при поступлении в военный университет. В этом уверен серебряный призер турнира. 16-летний сочинец Андрей Мартынов, выступающий в категории до 80 килограммов. Я буду поступать в военный институт, это Московский университет ФСБ России. И во всех военных институтах есть направленность армейский рукопашный бой, либо же обычный рукопашный бой. Это некие плюсы. Вот даже если я получу спортивный разряд, вот у меня сейчас третий взрослый спортивный разряд, я буду стремиться к чему-то большему. С разрядом КМС это плюс 10 баллов в военный институт. А вот 14-летний участник турнира из Луганской народной республики Ярослав Батышев мечтает пойти по стопам отца и стать тренером по армейскому рукопашному бою. Это очень динамичный вид спорта. Учит за себя стоять, спорт настоящих мужчин. Тут есть и как техническая техника, удары рукой, ногой и борьба. В неофициальном командном зачете сборная Сочи заняла второе место, уступив всего лишь одно очко спортсменам из Кабардино-Балкарии. Так сочинцы завоевали 7 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых медалей. Турнир по армейскому рукопашному бою памяти Виктории Лосевой был отборочным на первенство России, который состоится в конце марта в Краснодаре. Помимо наших спортсменов, на него также поедет и судейская бригада Сочи, поскольку считается одной из лучших.